Продолжение следует... 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 9 очков преимущества будет достаточно? Мы сейчас на самом деле не думаем о преимуществе нашем. Мы просто хотим выиграть игру, поэтому я не думаю, что игра наша будет зависеть, и мы будем как-то на это полагаться. Я считаю, что если команда хочет достичь каких-то, наверное, высоких целей, то надо играть в любом случае на победу. Женщины-арбитры, я слышал, будут обслуживать сегодня игру. Это как-то влияет вообще на игру и лично на тебя? Лично на меня, честно, это никак не влияет. А в практике вообще были три судьи и женщины? Нет, наверное, будет впервые. Да, посмотрим. Я в таком еще никогда не сталкивалась. Мне кажется, не могу сказать, наверное, что это очень хорошо, но с другой стороны, все все равно будут находиться в равных условиях, поэтому их судейство на одной или другой команде будет в любом случае сказаться одинаково, насколько профессионально они будут. Большое спасибо, хорошая игра. Спасибо. Темека Джонсон, гвардерка Динамо Курск. 9 пунктов, разница, 9 пунктов, преимущества. Будет это достаточно для тебя сегодня? Я надеюсь, но с командой, как Волглера, вы должны ожидать, что они придут в борьбу и борьбу очень тяжело. Они очень competitивы, и они хотят победить, как мы. Так что это будет в борьбе. Вы будете играть в другую игру, чем веке, чем веке? Это только minor adjustments, но если вы играли в них так много раз, как мы вместе с другими, то это не так много, что вы можете изменять. Я думаю, что они приедут в другую игру, и мы приедут в другую игру. И это все зависит от того, кто хочет больше. Я слышал, что у вас будет трех женщин-реферей. Вы видите какие-то разницы между мужчиной и женщиной? Нет, я думаю, что это хорошо, но женщины получают возможность показать, что они способны делать то же самое. Но для меня я не обращаю внимания. Если игра идет в порядке плана, то я не могу. Удачи, что у меня есть. Удачи, что у меня есть. Спасибо. Владимир Крашенин, ассистент главного тренера Вологодской «Чевакаты». Проигрываем 9 очков после первого матча. Что делать во втором? Есть ли шансы у «Чевакаты» на победу? Шансы, безусловно, есть. То есть, девчонок, не надо сговаривать. Все настроены. Мы будем, конечно же, стараться бороться за выход в финал. Сделаем выводы из ошибок, которые допущены в прошлой игре. Думаю, постараемся дать бой. С вашей точки зрения, какие ключевые моменты должны сегодня преобладать, чтобы «Чеваката» одержала победу? Во-первых, не дать сыграть в Курску в быструю игру. Это раз. Немножечко надо справиться с лидерами. Те, которые нам забили в прошлой игре. Ну и прежде всего сыграть свою игру, прежде всего в нападении. Удачи, хорошей игры. Спасибо. Еще один вопрос. Три арбитра женщины ожидаются сегодня. И комиссар тоже женщина. Вообще в практике такое бывало? Влияет ли это как-то на игру? Три арбитра женщины в поле мы играли. Особой разницы я не заметил, потому что в ФИБА сейчас есть тенденция. Они привлекают к женскому баскетболу женских судей. В принципе, достаточно квалифицированные арбитры судили нас в прошлый раз. Надеюсь, что в этот раз тоже будет соответственно. Большое спасибо. Хорошая игра. Спасибо. Елена Баранова, капитан Вологодска, Чевакаты. Проигрыш в первом матче 9 очков. Насколько это влияет? И что вообще в голове у баскетболистов, которые проиграли в первом матче 9 очков? Ну вообще, если бы мы проиграли, как сказать... Ну нас бы обыграли прям какими-то там приемами, хитростями. Я считаю, что мы отдали свою игру, потому что очень многое из того, о чем мы говорили до игры, мы выполнили, но не совсем. То есть были моменты откровенно провальные, были моменты, когда мы просто не успевали. Вот. Или у нас было непонятно в общении, то есть мы не понимали друг друга на площадке, кто что делает. Поэтому мы сейчас очень много работали над этим, мы пересмотрели моменты, которые у нас не получались на видео. И я думаю, что следует таких ошибок уже... Ну, если они и будут, то их будет гораздо на порядок меньше. Способны ли Чевакаты отыграть 9 очков отставания и что для этого нужно делать? Ну я думаю, что да, потому что мы дома у себя вели больше 1-10 очков по ходу игры в регулярном чемпионате, чемпионате России. И опять-таки вот наши ошибки не позволили нам выиграть. Я думаю, что отыграть 9 очков, выиграть 10, что это нам под силу. То есть это надо просто отмобилизоваться от начала до конца, сконцентрироваться. И вот о чем мы говорили, выполнить все от начала до конца. Большое спасибо, хорошие игры. Спасибо. Светлана Махлина, нападающая в Лагодской Чевакаты. Почему проиграли в первом матче? Ну у нас было много ошибок и плохо защищались, пропустили много легких очков, поэтому проиграли. Есть ли шансы выиграть во втором матче? Вы вообще в это верите? Шансы есть всегда. Мы, конечно, верим в победу и будем стараться. Что нужно сделать, чтобы выиграть в Курске? Надо сделать меньше ошибок, выиграть подбор и отыграть в защите. Большое спасибо, хорошие игры. Спасибо. Джессика Девинпорт, центровая Вологодская Чевакаты. Что вы думаете, что в 2-м матче с 9 пунктов? Это важный матч для нас. Мы должны выйти сильнее и играть в целом матче. Конечно, мы хотим уйти в следующий рейд, поэтому мы должны победить по 10 пунктам. И это наш цель. Что вы должны сделать, чтобы победить их по 10? Мы должны играть в хорошую защиту. Элиминируем наши ошибки, не позволяем им получать успехов. И это будет главный каталис для того, что мы должны сделать. Удачи, спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. Это приятно, что ФИБа Европа уделяет такое внимание женскому баскетболу. И вот существует такая точка зрения, что женский баскетбол, где играют женщины, должны тренировать женщины и судить женщины. Тарас, ты согласен с этим? Ну, вот сказать, что согласен не могу, но в любом случае мне нет. Почему нет? Почему нет? А почему женщины? Почему? Ну, во всяком случае, когда я разговаривал с баскетболистками, они все выражали прямо такое желание… Чтобы судьи… Да. Судьи женщины, да? И занимать тренерский пост. Поэтому, ну, мне кажется, что иногда на тренерском мостике требуется хладнокровие мужское. Ну, бывает и женщина-тренер с таким хладнокровием, что позавидует даже мужчина. Да. В общем, получается, что этот матч можно было спокойно проводить прямо накануне 8 марта. Да. С учетом того, что у нас есть главный тренер Вологды. Да. Женщина. Ну, вот последние минуты перед началом матча. Сначала еще осталось две минуты. Да, две минуты. Чуть меньше двух минут. Самика Джонсон сказал, что игра вряд ли будет отличаться от игры вологодской. План на игру будет примерно тот же самый, может быть, с минимальными какими-то изменениями. Потому что команды играют не первый раз в сезоне, в общем-то, хорошо знакомы друг с другом. Но, тем не менее, все равно каких-то сюрпризов можно ожидать тренерских прежде всего. Ну, вот я могу просто напомнить, как мы сыграли в этом сезоне с Вологдом и Чувакатом. Потому что это уже четвертая встреча наша. Дважды мы уже встречались в рамках чемпионата России. Первый раз дома. Мы выиграли 10 очков. Но даже с учетом того, что в Вологде еще не было американских баскетболисток, матч прошел очень непросто для Курского Динамо. Ну и выездной матч в Вологде мы закончили всего лишь с преимуществом в одно очко. Это в рамках регулярного чемпиона. Так что да, действительно. И на вологодской атаке, по-моему, еще вдобавок, да? Да, но там уже в концовке было очень много потерь. Это, как говорится, именно уже была война нервов. Которые победу одержали. Курский, Курский. Да. Остается надеяться, во всяк случае мне, как болеточка Курского Динамо, что у наших сегодня нервы не сдадут. Потому что в других матчах они не раз показывали, что нервы как раз крепкие. Что происходит в другом полуфинале? Там две турецкие команды бьются между собой. Кайзери и Баташ. Да. В первом матче выиграл Казери, по-моему, около 12 лет. Да, да, да. То есть в любом случае финал будет российско-турецким. Ну и это будет очень достойный финал в любом случае. И считаю, из русской пары выйдет самодостойный победитель. И из турецкой. Ну вот с этими командами турецкими мы уже встречались. Курска Динамо в этом сезоне, а с Кайсери, а с Ботоспором несколько сезонов назад. У нас стартовые пятерки на площадке появились. У Вологды это Мария Черепанова, Джессика Девенпор, Светлана Махлина, Кристина Аликина и Лори Мор. А у Курска это Тимико Джонсон, Мишель Сноу, Ушер Бимбайте, Анна Петракова и Наталья Водопьянова. По-моему, без изменений. Привычные стартовые пятерки. Стартовый состав. Стартовое выбрасывание выигрывает Курская Динамо. Тимико Джонсон с мячом. Наброс Ани Петраковой. И первый фолл. 31-я Кристина Аликина, да. Мяч не считать. Ну, кстати, вот такие вот забросы очень часто в играх Курского Динамо можно увидеть. Проходят? Да, да, проходят. И в том числе с УГМК тоже проходили. Ну, видимо, это наигранное. Мишель Сноу со средней. И Наталья Водопьянова берет подбор. Вот, мне кажется, больше всего нужно опасаться подборов нападений Натальи Водопьяновой. Да, она очень активна на щите, как на своем и на чужом. И Вологде она была активна. И вот опять она боролась на подборе. Но там Джессика Девинпорт. Черепанова получила мяч. О, какой. Остался у Вологды мяч. Шумовая завеса там. Зрительская. Семь секунд уже остается до конца. Маша Черепанова. Подбор у Анны Петраковой. Ну, трудно сейчас было бросать. Ну да, на последней секунде Кристине Аликиной тяжеловато было перебрасывать Наталья Водопьянова в проходе. И берет подбор. И еще один подбор. И еще один подбор. Еще один подбор. Это третий подбор. Третий подбор. Третий подбор. Ну, конечно... Мы знаем, что это одна из самых... Подбирающих игроков. Неуступчивых. Которые не прекращают бороться до последнего. Вот. И вот первые два очка. Мишель Сноу. Мишель Сноу. Мишель Сноу. И Фолл записывает на счет американских легионеров. Джессики Девинпорт, да. Первый Фолл и еще один бонусный штрафной пробьет. Мишель Сноу. Полторы минуты прошло матча. И такое впечатление, что Курская Динамо... И попадает. ...провело в атаке все это время. Лори Мор с мячом. Света Махлина. Маша Черепанова. Перевод. Ну, вот как раз и перехват. Никакой перехват, Наталья Водопьяновой. Бимбайте. Джонсон. И Фолл. Фолл свистят судьи номер восемь, Маши Черепановой. Это уже третий командный, да. Команды. Бимбайте будет выносить мяч из-за боковой линии. На больших скоростях проходит начало матча. Анна Петракова с мячом. Какая борьба на подборе. Джессика Девинпорт подбирает. И опять Наталья Водопьянова чуть-чуть не хватает ей перехватить эту передачу. Лори Мор. С мячом. Идет забегание. Света Махлина со средней. Свободна. Но подбор остается за ней, да. Маша Черепанова. Трехочковый бросок мимо. И Джессика берет теперь подбор. Маша Черепанова. И Пол. Пол кому там? Петраковой. Это первое персональное замечание и первое командное. Пропустила сейчас Анну под кольцом Черепанова. Не успела она занять позицию, да. Занять позицию, да. Немножко. Так что... Два штрафных пробьет. На игре, кстати, отметим, присутствует группа поддержки Волода Чеваката, которые проделали нелегкий путь. Наверное, часов 12 ехали. Да. Первые очки набирает Мария Черепанова и свои, и свои команды. И второй точно. Три-два. Бимбайта с мячом. Личную защиту играет пока обе команды. Снова осталась одна и смело бросает. Натальний бросок сейчас был. И там на подборе опять боролась Наталья Водопьянова. Да, но и... Подбила мяч, а она Петракова подхватила и забила. Черепанова опять с мячом против нее. Петракова. И, видимо, перехват сейчас Петракова сделает. Джонсон. Водопьянова. Аня Петракова. Со средней. Фолл. 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 Замена сейчас в команде Волода Чеваката вместо восьмого номера. Вместо Маши Черепановой выходит Катерина Кейру, номер четыре. Два штрафных будут пробивать Анна Петракова. Первый попадает И второй точно 7-2 Сыграли И Анна Петракова забивает очередные 2 очка Она самая результативная Она уже набрала 6 очков В составе своей команды Света Махлина с мячом Катя Кейру Какой вход Какой красивый вход Кинжальная передача и 2 очка В прошлый раз она спокойно могла пройти Под кольцо, но решила средний бросок сделать Вот сейчас уже прошла Вот мы видим, готовится вторая замена У чувака ты Мишель Сноу там Бросок был Мишель Сноу Против Джессики Девинпорт Сложный Или четвертый промах Мишель Сноу с игрой Катя Кейру с мячом Кристина Аликина Сейчас Лори Мор бросала, но выскочил прямо из-под кольца А здесь Джонсон с остановки смело и 2 очка Лори Мор Кристина Аликина Защищается Наталья Водопьянова Лена Баранова И доходит сейчас пас до Джессики Девинпорт И Бимбайта Выбила мяч за лицевую линию 19 секунд остается на атаку У Динамо Курска 11-4 Быстрый переход Да, быстрый переход Как у одной, так у другой команды Джонсон с мячом Просит двоечку Как хорошо переводит мяч Бимбайта Наталья Водопьянова И Света Махлина берет подбор Катя Кейру Некому сейчас было подбирать Лена Баранова бежала в отрыв там Да, и мяч уходит от Вологодской команды Так что Ну там тяжело было обработать этот мяч Там было 2 защитника рядом Конечно, нужно играть быстро Но ни в коем случае не поспешно Да Сторожить мячом Тем более, что начало все-таки неблагоприятное Для Вологодской команды Вот минус 7 Сыграли половину в первой четверти Лисина с мячом Наталья Водопьянова Вход Ани Петраковой Елена Баранова берет подбор Лори Мор С мячом Катя Кейру, Лори Мор 3 очка И 3 очка точно Против Девинпорт Очень хорошо сейчас в защите 11-7 Она практически не получает мяча Хотя вот Вот там дабл-дабл Ищет ее Да В первой игре она, по-моему, набрала 12 очков Джессика Девинпорт У игроков Вологодской Чевакаты Есть еще 4 человека на площадке Да, помимо Девинпорт Катя Лисина, да Катя Лисина, да Пыталась перебросить Девинпорт Но перебросила и кольцо вместе с ней Света Махлина И Света Махлина забивает очередные 2 очка 11-9 Вот рывок какой Вот со Светой, как и у нас Плохо сейчас получается в защите Постоянно ее стреляет Теряет, но теряет Проникающая передача Проникающая передача Лори Мор Очень быстро и своевременно Что такое? Фоу-нападение Фоу-нападение Бимбайты Да, бимбайты И замена Маши Черепанова Меняет Светлану Махлину А у Курска Анастасия Бочарова Да Появляется на площадке Она меняет Наталья Водопьяна выходит И, кстати, Гунта Башка И еще одна замена, да Гунта Башка Она меняет Аушуру бимбайты Прибалтийский такой Трекировка Прибалтийская Тесноватый, конечно, Курский зал Вот вы видите Уважаемые сети зрители, да? Не хватает обзора И балкон Я надеюсь, что в перерыве У нас будет возможность Поговорить с Олегом Николаевичем Крамкиным Который нам расскажет О новом зале В Курске Пробежка Маленькая пробежка была Слишком большое желание было Забить Этот зал мал даже для нас Потому что мы сейчас находимся В рубке Откуда не виден весь зал Более того, я открою маленький секрет Вместе с группой поддержки Мы находимся в этой комнате Конечно, это очень приятное соседство Но я думаю, что в новом дворце Как бы всему будет свое место Атака Курского Динамо Курского Динамо продолжается Аня Петракова Искала заброс На Катю Лисину Очень активно И вот пробежка Да, и вот пробежка Некому было сейчас отдавать пас Защитники Плотно защищались Мишель снова Мишель снова меняет Катевину Лисину На мяч у Волны Чавоката Маша Черепанова будет водить Из-за боковой линии Лори Мор Потихоньку вернулась в игру Вологодская Чавоката 11-9 За 2,5 минуты До конца первого периода Ну, это и стоило, в принципе, ожидать Так что Катя Кирилл с мячом С мячом Бросает этот трехочковый был Но И на подборе Ай-яй-яй И какая борьба На подборе Там все-таки овладели Игроки Динамо Курска И практически не перехватило Лори Мор Маша Черепанова Там боролась Но не успела На подбор Аня Петракова Ну, как-то очень поспешно И Лена Баранова Лори Мор Как изящно сделала вертушку Пол получает Джонсон Джонсон И очередная замена В составе Вологда Чавоката Юлия Киселева Да А уходит Девин Юлия Киселева Хорошо провела Первый матч Полуфинала Первый матч Она набрала По-моему 13 очков Первый мажет Лори Мор Второй бросок И точно И замена Да, ну в общем-то Плюс один У Курского Динамо Бимбайта Меняет Джонсон Солидный рывок Сейчас был У Вологда У Чавоката Да, вот посмотрим Сможет ли Курский Динамо Сейчас его Оборвать Когда уходит В редкие минуты Когда Джонсон На скамейке Запасных Кто первый номер Получается Гунта Пашко Они там Меняются С Бимбайта Бимбайта Да Настя Бочарова Ух Пол Был Мне показалось Но мы не будем Обсуждать Судейские решения Судьи Всегда Правы Ну игроки Двигались Навстречу Друг другу В этой ситуации И руки были вверху Да 12 секунд Опа И перехват Лори Мор И она несется В быстрый отрыв Зависла И два очка Плюс один Плюс один И тайм аут Бьет Динамо Курск Да Тайм аут Ну вот мы видим Что Динамо Курск Закончилось выступление группы поддержки А тем временем Тут маленькие технические неполадки Нам удалось разрешить И плюс один У Вологды Да Ну вот они начали выполнять Мне кажется Установку тренера Как можно меньше Ошибок В защите Что и повлияло Я думаю На эту ситуацию Последовал перехват Быстрый отрыв Лори Мор Анастасия Бочарова С мячом Наталья Водопьянова Получает На периметре Бимбайте Со средней И сквозняк Я бы сказала Мяч не коснулся Душки Владение Вологды Лори Мор С мячом Катерина Кейру Лена Баранова Со средней Юлия Киселева Там Боролась Мишель Сноу Судьи Отдают мяч Динамо Курску Лена Баранова Разговаривает Сейчас с Киселевой Видимо подсказывает Как ей лучше Открываться Для того Чтобы отдать мяч Чтобы можно было Отдать мяч Вовнутрь Юлия Киселева Очень много Меток занимает Под щитом Так что Она умеет Занять позицию Пространство Сейчас может быть Побыстрее Нужно было Анастасия Бочарова Ох Чуть-чуть Опять не перехватила Лори Мор Ну вот Очень много Потерей Ну затруднительное положение Попал Наталья Водопьянова Ну как-то плотную защиту Очень тяжело Да Очень сложно попасть в кольца Когда кольца Ты в общем-то не видишь Конечно Даже очень сложно Выбросить мяч У нас почти 45 секунд До конца первого периода И 11-12 Впереди Можно сказать Две атаки Точно будут Но судя по Той скорости Которая Я думаю больше Будет больше Да Ох Какая Неточная передача Лори Мор И Гунта Башко И берет Мишель Сноу Какая борьба там На подборе Бочарова с мячом Бимбайте Полностью могут сейчас В атаке Быть и курские баскетболистки Максимум Два больших наверху Играет двоечка Ух Какой заброс Очень плотно здесь играли И Наталья Водопьянова И опять подбор За курским Динамо Башко И три очка За четыре секунды До конца первой четверти Подборы на чужом чете Материализовались В В очки Результатно табло 14-12 14-12 Плюс 2 Плюс 2 Динамо Курск ведет Первая четверть Ну очень много Курск промазал Причем Ну видимо волнение Тарас Я думаю это тоже волнение Домашняя игра Причем промахи были И со сквозняком Со сквозняком Ну был пару моментов Свободных бросков В принципе атак Все через защитнику Потому что Плотная защита И поэтому наверное Сквозняки Следствия Вот сейчас вот Посмотрим по статистике Меня интересуют Подборы Ну вы знаете По подборам Не очень Курск Отличается 13 у Курска И 11 у Волга Единственное что Я бы отметил У Курска Под чужим щитом Под чужим щитом 8 Подбора Подбора У Вологды Только 2 2 А каждый подбор Под читом Это Очередные 2 очка Добивания Не по такой игре Но атака точно Кстати Процент реализации У Вологды Намного больше 2 очковых 42 процента Практически Вот Но зато Курская Динамо Бросала Намного больше Чем Вологда Смотрите 19 раз Курянки Выбросили 2 очковых Со средней Да Против 7 Попыток У Вологды Ну а Вологда В принципе Бросила Сколько 11 Против 22 Против 22 Курска Да Какая чудная У нас там В углу Площадки Пчелка Я так понимаю Это из группы Поддержки С крылышками Если оператор Увидит Я думаю Возьмут они ее Крупным Вологда С мечом Вторая Елена Волкова Появилась В составе Володой Чевакаты И тут же ее оставляют Одно Но мимо Юлия Киселева Берет подбор Каким Изящным Жесткая борьба Бимбайты С мечом После подбора Снова Пашка Показывает Комбинацию Кулак Разыграть Бимбайты Двоечка С Натальей Водопьяновой И вот Бочарова Одна Со средней И опять Наталья Водопьянова Подбирает Мяч Остается Мишель Снова И Пас В никуда Я бы сказала Зрителям Сидящим На первом ряду Они даже Он мог Вылететь Сейчас Через дверь Да Вздрогнули От такого Подарка А вот Болельщики Динамо Вологда В атаке Волкова С мечом Против нее Защищается Башка Проход под кольцо Будет сама Бросать Нет Не зашел Сейчас Мяч До Юлии Киселевой Там вышел Большой игрок И тяжело было Я давать Эту передачу Бимбайты Против Лори Мор Юлия Киселева Получает пол На бимбайта 2 плюс 1 На скорости Не успела Сейчас Лори Мор Вышла Помогать Юлия Киселева Однако Как агрессивно Сыграла Бимбайта В этой ситуации Не побоялась Не побоялась Большого игрока Пошла до конца Бонусный штрафной Пробивает Да И вот Очередной рывок Кстати Это были первые Очки Бимбайта В этом матче Да 17-12 Лори Мор Маша Черепанова Мечом Против нее Бочарова Сама будет Нет Не будет Она никуда идти И самое главное Пас Очень трудно Кому-либо отдать 8 Да Перехват Мяч у Курского Динамо Сейчас была Очень Недовольна Киселева Решением Студи Кому она сейчас Выговаривала То ли Лори Мор То ли Скамейки Своей За передачу Да Бимбайты С мячом Против нее Лори Мор Наталья Водопьянова Перевод На Анастасию Бочарова И Какой Перехват Лори Мор Оказалось Она как тигрица В нужном месте В нужное время Лена Баранова С мячом Находит Лори Мор Черепанова Черепанова Одна Ах И какой Красивый мяч Не забила Маша Черепанова Но там Вовремя оказалась Юля Киселева Подобрала И добила 17-14 И что Фол Нападение Сейчас знаем Кому был фол Потому что Номеру 40 53 Гунта Башко У нас замена На площадке Появилась Джонсон Да И в составе Вологды Анастасия Малашенко Олеся А, Олеся Извиняюсь Вот ее Первый бросок Но подбор Остается За Вологдой И Юля Киселева Там В сложной ситуации Разобралась Да Дело в том Что против Юли Первоначально Оказалась Ауша Робинбайта Маленькая Надо было и брать Инициативу Свои руки Но Меж тем Лори Мор Против Джонсон Анастасия Бочарова Фол Свистят Судьи Полила И кстати Плюс один У Курского Динамо В общем-то Два броска И замена Анна Петракова В составе Динамо Курска Меняет Наталью Водопьянову И Джессика Девенпорт Юлию Киселеву Бочарова на линии Штрафных Точно Первое попадание И первое очко Анастасии Бочаровой И второе точное 18-16 Плюс два Динамо Курск 19-16 Извиняюсь Плюс три Динамо Курск Лори Мор Джессика Девенпорт Ах Перехват Мишель Сноу Джонсон И тут же Мяч Выбивает зрителям Лори Мор И очередная замена У Вологды Выходит Светлана Махлина Против Волковой Место Бимбайты Выносит мяч Из-за боковой линии Джонсон Забегание Ах И Потеря Нет Было касание Видимо Да Видимо Было касание Четыре секунды Остается Бимбайты Делает Бросок Мяч остается У Курск Динамо Это был Помогут Перехват Яна Петракова Была готова Видела Ситуация Оценила Да Оценила Правильно Выбрала место Перехватила И забила 21.16 Светлана Махлина Нашла Джессику Девинпорт И два очка Вот то что не получалось В начале Да Сейчас Ну сейчас Джессика осталась Один на один С Мишель Сноу Там не было Дабл-дабл Как говорится Помощи И Ничего не оставалось Как Забить Вот большой Вышел на Маленькую Джонсон Бимбайты Пыталась Левой ручкой С левой стороны Забить мяч И фол Фол тут же Бимбайты получает На Лори Мор И очередная замена В составе Динамо Курск Екатерина Лисина Сейчас посмотрим Кого она заменит Мишель Сноу Мишель Сноу Мишель Сноу Мишель Сноу Еще одна замена Она заменит Аушу Рубимбайты Которая с двумя полами В общем-то В общем-то Альфредо Свайнаускас Очень так активно Меняет Рокирует Рокирует Игроков Ох Какой там Ситуации И судьи свистят Что пробежка У Светланы Махлиной Не готова она была Мне кажется Немножко К такому прессингу Неожиданному Двух игроков Двойное давление Да Я знаю Против Светланы Махлиной Специально настраивали Бросскую команду Вот Каким образом Интересно Ну в том плане Чтобы играли И Два очка Средний бросок Кладет Томека Джонсон Внимательно играли Против Светы в защите Это перехват Да Перехват Вновь перехват У Курского Динамо И Джонсон с мячом Бочарова Не будет сейчас Идти под кольцо Передача не доходит Ах Лори Мор С мячом На какой скорости Она На какой скорости Она бежала Подбор за Курским Динамо Джонсон И забивает Чудеса Не ошибаюсь Третья атака У Вологды Заканчивается Одинаково Тайм-аут Справа Тайм-аут Ничего не оставалось Сделать Олеся Малошенко Кроме как Сфалить Сфалить Да Пыталась Она сыграть Чисто А у нас Группа Поддержки Вот мы Смотрим Повтор Ауши Бимбайты Левой рукой Это Когда Юли Киселева Сфалила Вот еще Раз Показывает Нам этот Повтор А это Маша Черепанова И после броска Маши Черепановой Да Юли Киселеву Добивает Мяч Это полнападений Наверное Полнападений Да Гунт и Башко Закончился Минутный перерыв Я так понимаю Сейчас у нас То самое максимальное Преимущество Которое было У Курского Динамо 7 очков 7 очков Больше мы по-моему Не вели в этом Пока Могу конечно ошибаться И Это был 5 командный После Минутного перерыва Катя Кейру Вместо Лори Мор У Вологды У Динамо Курска Анна Петракова По-моему Вышла на площадку Вместо Их перенарисено Нет Вместо Анастасии Бочаровой А нет Анастасия Бочарова Бросает Катя Кейру Плюс 8 26 18 Катя Кейру Олеся Малошенко 10 секунд Остается Махлина бросает Со средней точно 26 20 Теперь нужно защищаться Гунта Башко Бросает и Анастасия Бочарова Берет свой Очень удобный Очередной подбор Джонсон с мячом Джонсон Заброс на Ане Петракова Уперлась в двух игроков Ух какая Оригинальная передача И точно И три очка Да Джонсон отблагодарила Точным попаданием Светлана Махлина с мячом Олеся Малошенко Маша Черепанова Света Махлина Кейру Мяч Водопьянова Выходит Анастасию Бочарову Хорошо Настя Работала в защите Вот этот период времени Джонсон Будет выносить мяч Из-за лицевой линии Наталья Водопьянова Заброс на Катю Лисину И Джонсон Ух Маша Черепанова Там Пыталась Успеть За маленькой Джонсон Но Не успевает 31-20 31-20 Плюс 11 У Динамо И очередной перехват Гунты Успела Катя Кейру Усправила ошибку свою Да Джессика Девинпорт Два очка 31-22 Джонсон Джонсон с мячом Петракова Джонсон Двоечку там Заброс Джессика Защите После серии Вышагивания Петракова Забрасывает мяч Малогорское Кольцо Мне кажется Не верила Джессика Что Аня Будет бросать Она уже Как бы Отступила От нее Между тем Они очень часто Такие Используют Хатя Кейру Осталась одна Со всем Олеся Малошенко И Наталья Водопьяновой Да Оу Третья команда У Динамо Курска И за боковой Ольга Шинейкина Подзывала Сейчас Катю Кейру В этой паузе Наверное Будет какая-то 14 секунд Света Махлина По лицевой Олеся Малошенко И Маша Черепанова Там Самоотверженно Боролась На подборе А вот Польза Курска Две минуты До конца Первой половины 33-22 Все те же Плюс 11 У Динамо Курска И вот готовится Выйти на замену Кристина Аликина Джонсон с мячом Там два больших Пытаются Что-то невероятное Мне кажется Джонсон Сколько раз Может промахнулось Или два Кстати Джонсон Всегда В таких играх Не боится Брать ответственность Веноминальную И удачу И самоотдачу Она успевает быстро Джессика Девинпорт После результативной Передачи Катерины Кейру Забивает два очка 36-24 Бимбайты Джонсон Бимбайты И аут Мяч остается У Вологда Вот замена Кристина Аликина Меняет Олесю Малошенко Минуты пять секунд Остается до конца Второй четверти Катерина Кейру Света Махлина Что свистят судьи Судьи свистят Пол Номеру 13 Они Петраковой Да Это второй персонально Анна Петраковой Четвертая командная И за лицевой Выносят игроки Заброс на Джессику И Джессика из выгодной Ситуации не попадает Анна Петракова Вбрасывает в угол Водопьяновой Джонсон Анна Петракова Со средней И не разобрались вдвоем И очередной подбор Кати Лисиной И номер восемь Мария Черепанова Получает второе Персональное замечание Катя будет пробивать Сейчас штрафные За 32 Почти 33 секунды До конца Первой половины матча Не отсекает Бурских игроков Недовольны зрители Промахом Катерины Лисиной Но второй К сожалению Тоже Мимо денег Как говорится Меньше 30 секунд Света Махлина Вполне комфортно Вполне комфортно Особенно исключить Даже по сумме Двух матчей Еще возможно Подборы Подборы смотрим Динамо Курска 24 подбора Волода Чеваката 21 подбор Из них 11 На чужом щите У Курска И всего лишь 6 Ну в два раза Как мы Смотрели по первой четверти У Волода Чеваката Процент попадания У нас изменился Нет? Процент у Вологды Остался прежним Средний бросков 42 Ну почти 43 Да 42 61 Да Надеюсь Процент Стал лучше Да Так что Количество бросков 40 атак Произвели Динамо Курск И 27 Практически Почти Ну не в два раза Да Ну в полтора Так скажем Раза меньше Чем Динамо Курск Опять же Это получается Они Либо не ставят спину Либо Не знаю Мяч Находят игроков Какие мячи Забивало Джонсон Вот Где было очень трудно Что-либо противопоставить Вроде бы Игрок И выходит И с рукой Да Но в итоге Мяч все равно Оказывался В корзине Кстати Джонсон Она самая маленькая Да Вроде как бы А успевает Убросить мяч Хотя выходят на нее И высокорослые игроки Есть у нее это Ну и кроме того Ее скорость Да Да Мы видели Потрясающий обыгрыш После перехвата Да С переводом за спиной Два очка Забитых Шикарный Бросочек Ну и конечно Анна Петракова У нее Всего с игры было Девять бросков И вот она Вторая по результативности Забила 10 очков А Джонсон У нее 14 очков Самая результативная В составе обеих команд У Джонсон Кстати говоря Очень хорошая Очень хорошая Процентрализация Она промахнулась с игры Только один раз Один раз Вот Я же говорил по ходу Что один или два Да У нее Точно два Средних броска И два из трех Прешек Феноменальный процент Что можно сказать По Вологодской команде Три игрока Набрали по 6 очков Да Это Джессика Девенпорт Светлана Махлина Мор И Светлана Махлина Четыре очка набрала Юлия Киселева Кстати она Я считаю Очень хорошо вышла Она отыграла Четыре минуты Почти пять минут Ну как бы Сконцентрировала на себе Защитку Вовремя подобрала мяч Нападение добила Еще Внимание на Такой показатель Как потери Вот мы его чуть-чуть Упустили А между тем У Вологды Потери в два раза больше Чем у Курска 7 у Курска И 14 У Вологды Чувакаты Я сейчас Смотрю Да Да В два раза Первый Первый Первой половины матча Ну это и по первой четверти То же самое было Три потери у Курска И шесть потерь у Вологды То есть Много потерь вообще Я считаю Ну с учетом того Что мы видели Когда Просто доставить Мяч под кольцо Своим высоким Баскетболистам И теряла мяч Где-то в районе Перимина Да Да Вот нам показывают режиссеры Повторы Это фоу нападения Гунта Башко А это Юлия Киселева Разбирается С двумя защитницами Это Анастасия Бочарова В проходе На ней Свалила Волкова Была потеря Да Джессика Девинпорт Пыталась Вытащить мяч из аута И получилось Что Петраковой в руки Да Света Махлина Вот Нашла Джессику В этом моменте И Джессика Забивает два очка Ну в целом По первой половине Что скажете Курск Мне кажется Проявляет большую волю К победе Вот так Мне кажется Оловно тоже Проявляет Болю к победе Но Понимаете Мы видели Что Вот это количество Потерь Выливается в забитые очки Так скажем Там даже Да Там даже не по подборам Которые мы видели У Курска Преимущество Динамо А именно В потере А процент попадания У Вологда 24 очка За первую половину Ну это вот Вторая четверть Первую они сыграли Более-менее ровно Мы уже это говорили Что всего лишь Два очка Проиграла Вологда А вторую четверть Естественно Десять Хорошая ухо Вторая четверть Двадцать 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 Десять очков разница Кто понравился У Курска Мне понравилась Наталья Водопьянова Своей активностью Как всегда Заряжена Заряжена На подбор И Олег Николаевич Храмкин Спортивный директор Курской команды К нам присоединился Вот мы попросим Сейчас режиссера Трансляции запустить Видео В Курске Который мы Сегодня с Олегом Николаевичем Смотрели Все в процессе И Как нам сказали В конце августа Должен быть готов Дворец спорта В Курске На 3200 мест Да Олег Николаевич Ну да Да Сказали что В августе месяце Дворец спорта Работы ведутся Работы ведутся Интенсивно Вот я свидетель Я сегодня был Все это видел В некоторых уже На некоторых участках Даже плитка уже Положная Ведут Отделочные работы В некоторых местах Замечательный дворец спорта Похож Мне он показался Похожим на Люберецкий Триумф И для Курска Это огромный шаг вперед По сравнению Что вы видите То что вы сейчас видите Что видите Вот здесь Наверное разница есть Помимо спортивной части Вот так сказать Вот этот трансформер Который пригоден И для концертов И для спортивных соревнований Также еще Достаточно серьезная Спортивная часть Рядышком Это тренировочный зал Это залы фитнеса Это лечебная Курска Есть помимо того Что есть внутри Есть еще рядом Хороший Сосновый бор Река Помимо всего прочего Можно заниматься И кроссовой подготовкой В общем то Все в комплексе Все рядом Ну для нас Это конечно Ну фантастика И мы же очень ждем Открытие этого зала Поскольку Вот так выглядит Фасад нового Дворца спорта Я думаю Что скоро эти двери Распакат Да мы очень сильно Надеемся Поскольку это даст Возможность двигаться дальше Расположен дворец В хорошем месте Где-то между центром города И окраиной Вблизи Достаточно много Жилых домов Даже я слышал Что автобусную остановку Которую и так Недалеко Ее собираются Переместить Наверное Наверное Я не могу ответить на этот вопрос Но я думаю Что так оно и будет Тем не менее Достаточно большое Планируете Парковочное место То есть Все зрители Все болельщики Смогут Приехать Борислав Я думаю Сейчас впервые Показано Вот то Что у нас есть Мы много говорим Об этом Мы говорим На уровне федерации Баскетбола Говорим Командам С которыми играем А вот сегодня Впервые показано То что уже есть Уважаемые Сети зрителей Вы видите Вы первые Видите Эти кадры Что этот дворец Действительно существует Вот он Перед вами На экране Уже построен фасад Уже накрыт он крышей Уже внутри Медлочные работы Почему Конец августа Чтобы новый сезон Уже команда Начала в новом дворце Ну я так полагаю Что и день города И так И полагаю Конечно Очень бы хотелось Чтобы в новый сезон Команда вошла В новом дворце Поскольку очень бы хотелось Чтобы количество Болельщиков Которые сейчас приходят На наши игры Чувствовали себя комфортно Чтобы наконец-то В Курске Не только в Курске Я считаю Что в регионе Появился такой дворец Которого в принципе Наверное здесь Ни у кого нет Сколько лет существует Курская команда? Ну я здесь работаю 6 лет Мне в программе Написано Я сейчас даже не могу сказать Кто заслужила? Заслужила безусловно Курская команда Своими результатами Своей стабильностью На протяжении Последних лет Вот этот замечательный Дворец спорта Ну Брислав Вы сами видите Что от года Несмотря ни на что Мы прогрессируем Ушел тренер Казалось бы Альгис Паулаускас В УГМК Команду возглавил Его помощник Альфредо Команда показывает Добротный баскетбол Команда видна Виден рисунок игры То есть команда Не теряется Я очень рад Что Альгис Ну надеюсь У него все будет хорошо И мы желаем удачи Команде УГМК В играх Евролиги Это наши друзья Мы Скоро мы встречаемся Опять на паркете Но тем не менее Я очень рад Что Альгис Оставил о себе Во-первых Добрую память Среди болельщиков Которые здесь собрались Вы видели Как бы здесь встречали его Когда УГМК Приезжала к нам У нас очень тесное отношение С Максимом Ряковым С директором клуба Поэтому очень рады Что Альгис работает там А Фредис Который возглавил команду Здесь Вот показывает Пожалуйста То что создается И не только Основная команда Это и молодежная Это и дзюба То есть работа ведется Во всех направлениях И сегодня Середина второго матча Выиграв 9 очков В Вологде Сейчас плюс 12 Вы уже практически В 20 минутах От выхода в финал Все не так Как сыграли в Вологде Мы забыли Сегодня мы обязаны выиграть То есть игра в Вологде Это была игра в Вологде А уж как закончится Станет ясно После финальной серии Давайте подождем 20 минут Я думаю Что команда И вторую половину Проведет точно так же Агрессивно Да Немножко девочки нервничают На самом деле Велика для нас Цена Победы Этого матча Потому что Это выход в финал Для нас это Ну Кажем так Такого у нас никогда не было То есть это практически Курс в финале Может быть в финале Кубка Европы Да Сегодня Курск Может свершиться Первое из того Что мы хотели бы Выйти в финал Но еще играть Подчеркну 20 минут Тем не менее Контуры команды На будущий сезон Вы уже обрисованы Они практически Обрисованы Практически Работа Мы практически Не прекращаем работу В течении всего года Мы работаем Непосредственно Если не на этой зоне То уже на перспективу Следующего сезона Вы не ждете Конца сезона Нет Мы должны Я так полагаю Что мы должны Закончить Где-то в середине апреля То есть Еще не закончился Сезон 11-12 У вас уже будет Полностью Ну Скажем так Нет Не полностью Это неверно Я думаю Что процентов 80 мы должны иметь 2-3 места Они по-любому Будут свободны Но костяк команды Должен уже быть И команда В принципе Мы уже сейчас знаем Когда мы проводим сборы Мы знаем подготовку Мы в общем-то готовы Могу сказать Когда мы начнем Где что Чего Где И играем Турниры В этом плане Все отлажено Вы в принципе Знаете Все позиции Свои Даже какие-то Слабые места Все равно присутствуют Безусловно Не бывает команд Без слабых мест Тем более Вы пока не знаете Будете ли вы выступать В Евролиге В случае победы В Кубке Европы Или все-таки Это будет Кубок Европы Это будут разные Задачи Это будут разные Команды Нет Команда будет одна Задача у нас одна Это борьба За максимально Возможные Высокие места Вне зависимости От того Где мы будем выступать Кто помогает команде Безусловно Команде помогает Наша власть Это губернатор Александр Николаевич Михайлов Александр Сергеевич Зубарев Все присутствуют Александр Францевич Ягерь Это Металл Инвеста Это Михайловский ГОК Это Курская область То есть нам помогают На сегодняшний день Очень многие Поэтому огромное спасибо За ту поддержку Которую мы постоянно чувствуем С их стороны Без них Вот всего этого не было бы Полтора минуты Остается до начала Второй половины Финального матча Мы благодарим Олега Николаевича За содержательную беседу В перерыве Может быть Губернатор присоединится К нашей трансляции Я не могу Показать Если будет возможность После окончания матча Да Хорошо Большое спасибо Всего доброго А мы возвращаемся В Благодарим Олега Николаевича Храмкина Спортивного директора Баскетбольного клуба Динамо Курск Возвращаемся с вами На паркет Курского дворца спорта Динамо Где через несколько секунд Начнется вторая половина Полуфинального Второго полуфинального матча Кубка Европы Да Между двумя российскими командами Вологда Чаваката И Динамо Курск 36-24 Для Вологды Минус 9 в первом матче И минус 12 сейчас Минус 21 Свет Это катастрофическое отставание С твоей точки зрения Ну я бы так не сказала Катастрофично Но по игре Но потому как складывается Сегодня игра Особенно вторая четвертая Не очень удачная Мне кажется тренером Вологда Чаваката Естественно не нравится Эта ситуация И наверное после перерыва Мы увидим Может быть Совсем другую игру Что-то поменяет тренер Либо защиту Либо может быть Нападение что-то Как заканчивала Вышла в Вологду В том составе Который заканчивал Первую половину Появилась на площадке По-моему Потому что Джессика заканчивала Юлия Киселева Составе в Вологды И так Задняя линия Это Лори Мор Катя Кейру И Света Махлина Передней линии Кристина Аликина Юлия Киселева У Курска У Курска Томика Джонсон Анна Петракова Ауша Робинбайта Мишель Сноу И Наталья Водопьянова Мяч сейчас у Сноу Не дали ей бросить И тут потеря Потеря Быстрый убил Сноу Лори Мор Перехватила Света Махлина Кристина Аликина Там как Отборолась на щите Катя Кейру Юлия Киселева Против нее маленькая Джонсон Света Махлина Бросала Трехочковый бросок В принципе оправданный По ситуации Я бы сказал Я думаю Что достаточно Можно форсировать Все-таки Вологде Ситуацию Потому что Остается меньше 20 минут И потом не будешь Бросать Мяч сам не залетит Вообще Курск Первую половину Играл так Как будто Это Курску Надо отыгрывать Преимущество Отставание 9 очков Кристина Аликина Берет по город Лори Мор Смичем Кейру Будет Света Махлина Кристина Аликина Лори Мор Подождала Когда пролетит Бимбайта И там Очередной фол Получает Анна Петракова Третье персональное Замечание У Ани Заставляет двигаться Курскую защиту Баскетболистки Вологды Передает мяч По периметру Хотя в принципе Хорошие бросковые ситуации Были мне кажется До этого И у Аликины И до этого У Светы Махлины Но тем не менее Нужно заставить Защиту работать Чтобы они двигались Чтобы они уставали Юлия Киселева С мячом Против нее Мишель Сноу И Наталья Водопьянова Берет свой щит Джонсон с мячом Бимбайта Наталья Водопьянова Мишель Сноу Джонсон Нет успевает Успевает Выбросить мяч Катя Кейру Подбирает После неудачного Броска Лори Мор Катя Кейру Света Махлина Кухля могла сама Мне кажется Выбросить мяч Кристина Аликина Со средней Юлия Киселева Там боролась Сама Сама На подборе И нужно возвращаться В защиту Бимбайта Джонсон Все быстро делает Джонсон Да Аут Аут Свистят Аня Петраковой Узковата Оказалась Площадка В этом месте Лори Мор Показывает Комбинацию Света Махлина Получает На периметре Катя Кейру И Хол Свистят Кому? Номеру 6 Второй Хол На пьяную Блиц тайм-аут Был такой У Динамо Курска Собрались девчонки Что-то обговорили Кристина Аликина С мячом Катя Кейру В установочке И точно 2 очка 36-26 Это первые 2 очка По-моему, да? За 2 минуты 33-й четверти Наталья Водопьянова Со средний Подбор берет Света Махлина Будет двоечку Играть с Юлей Киселевой Заброс Ну, мне кажется Читалось немножко Ситуация Но, тем не менее Мяч остается Да, у Вологды 13 секунд Глори Мор Будет выносить мяч Катя Кейру Против Наталья Водопьянова Тяжело было ей Джонсон Осталась одна на периметре Вот Кристина Аликина И Наталья Водопьянова И уже Это четвертый Фол Я думаю Это звоночек Это третий Фол А, третий Проблемы с фолами Мячаются у Водопьяновой Три фола И у Петраковой Тоже три фола Да, но это одни из лидеров команды Я бы сказала У Вологды Пока таких проблем Не наблюдается Юлия Киселева С мячом Кристина Аликина Квета Махлина Юлия Киселева Вот опять же Попытка сыграть На Юлию Киселеву И опять мяч В ауте Ну там, мне кажется Нужно немножко завести Свете Махлиной Лори Мор Катя Кир Вот заброс И Мишель Сноу Там просто Двумя руками Практически повис Неумышленный фол Умышленный Умышленный фол Ну я думаю Игроки знают Что если Юлия получает Под корзиной Это стопроцентный Практически забитый мяч То есть им ничего Не остается Как палить Тогда у них Есть шанс На То что Юлия Она показала Свою обычную Процент реализации Да Один из двух 50% И теперь мы смотрим Блиц Тайм-аут Такой был У Чевакаты Впрочем У Чевакаты Третью четвертью Берутся И Прощает отставание Кристина с мячом Лори Мор Не хочет мяч лететь И подбор Кати Кейру Там она Быстрые Руки Кати Кейру Света Махлина Отказывается мяч Залетать В Курск И опять Катя Кейру Там Ах Катя Кейру Сама же Владение Курска Владение Курска Кристина Аликина Что-то там Пытается вступить В дискуссию Судьей Знаете Мне Не очень сейчас Нравится Что делает Вологда Почему-то Ничего Не получается И самое главное По-моему Процент еще больше Упала Вологда Ну да Свободные броски были Но А это была Ушра Бинбайка Точно Со средней Это первые два очка Похоже Да Не могли забить Курск Динамо Не могу Плюс 11 Динамо Кус Катя Кейру С мячом Света Махлина Катя Кейру Кристина Аликина Прочнее маленькая Бимбайта Хороший Проход Хороший Агрессивный Проход Бимбайта С мячом Мяч попрыгал Но провалился Флори Морф С мячом Катя Кейру Нашла Кристину Мне кажется Сейчас могла Кристина Сделать удар И Подойти ближе К кольцу И забить Этот мяч Джонсон С мячом Снова Ах Нашли И какой блокшот Там сделала Аликина Аликина Но тем не менее Мяч оказался Джонсон И Джонсон Без тени Сомнения Забивает Очевидные Свои Результативные очки 16 очков Она уже набрала Средний броски Она не мажет В этой игре Это была Чвертая попытка Катя Кейру Ничего 8 секунд Остается 6 Лори Мор Не идет мяч Совсем не идет мяч Мяч остается у гола И очередная атака Подушки проохотился И Никого не было Да Сама же Лори Мор И подбирала Анна Петракова Фол на ней Получает Юлия Киселева У Юлия Это Второй фол Второй фол И замена В составе Обеих команд Джессика Девинпорт И Елена Баранова Выходят в составе Волода Чеваката И Анастасия Бочарова И Екатерина Лисина Появились на площадке В составе Динамо Курска Два броска Анне Петраковой Первый точно И подбор Остается За Вологдой Сама Выводит мяч Джессика Катя Кейру Забрала В ней мяч Уже меньше Десяти секунд На атаку Маклина С мячом Пас Катя Кейру И мяч Остается У Вологды Две секунды Остается На Атаку Движи Тольгу Шунекину Две секунды Остается До конца владения Я думаю Что видит Вологодский Баскетболист Контролирует Да, контролирует Света Маклина Пыталась бросить И фолл Свистят Анастасии Бочаровой Три броска Я думаю Сейчас будет пробивать Да, да Три броска Будет пробивать Смогла быстро Выбросить мяч После Принять его И тут же Выбросить Пыталась помешать Анастасии Бочаровой Броску И была наказана Персональным Замечением Первый точно Света Маклина Света, кстати Становится самым Результативным В составе своей команды И третий бросок Два точно И третий точно 43 32 Все те же Плюс 11 Да Пытается прихватить Вологодские Игроки Динамо Курск Ну легко перевели Да Стоит зона Катя Лисина Против Джессики Девенпорт Бимбайты С остановочки И точно Да Мне кажется Повысился процент Попадания У Динамо Курска Но зато Мне кажется Уменьшилось количество бросков Очень много времени Сейчас в атаке Курск проводит Заброс на Джессику И практически был бокс-шот Но номер 13 Пол Петраковой Это четвертый пол Я думаю Будет замена Да Мгновенно реагирует Альфредес Войнаускас Выпускает Водопьянова Вместо Петраковой У нас еще Интубашка вышла Да Петраковой 13 очков Сегодня Первый Не забивает Джессика Второй точно 45-33 Но все равно Безрадостная картина Для курских болельщиков Для вологодских болельщиков Нужно что-то предпринимать Радикальное И экстраординарное Для того, чтобы как-то Изменить Изменить эту ситуацию Игровую Лисина с мячом Заброс И там перехват Лори Мор Мне кажется Низковато давали Кате Лисиной Катя Кейро Показывает Джессика Что повыше Дай повыше мяч Очень низко На Девенпорт мяч Не доходит Лори Мор Да Неудачный Вынос За лицевой Волкова Выходит В составе Вологда Чевакаты Поменяла На Катерину Кейро Бунт и башка Бунт и башка Лисина с мячом Лисина с мячом Бросок со средней И точно Лисина с мячом Лисина с мячом Анастасия Лисина с мячом Лисина с мячом Лисина с мячом Света Маклина с мячом Смотрит на время Катерина с мячом Катерина с мячом Вот мы смотрим по статистике По результативности сравнялись Курская немного больше Процент попадания ты имеешь ввиду? Да, да, да 36 и 34 относительно друг друга Относительно ровная третья четверть, да, как мы говорили И плюс один, вот эту третью четверть Волгода выиграла Но, конечно, этих усилий пока недостаточно для того, чтобы выровнять общий ход борьбы 47-36, общий счет на табло С подборами какая у нас ситуация? 34 и 32 у Волгода Практические равенства по количеству атак 51 атака у Курска, 45 атак у Волгоды Подборов в нападении 14 12, да, 12 я вижу подборов в нападении у Чаваката 14 подборов в нападении у Курска У Курска По потерям Что у нас? Кстати, потери как будто Практически подравнялись Нет, но Да, 11 у Курска И 15 у Чаваката Мне казалось, больше совершили потери Нет, я считаю, что третий четверть как раз как бы практически Процент попаданий не очень хороший у обеих команд Одна потеря всего лишь у Чаваката была и четыре потери Чуть-чуть лучше процент попаданий у Курска Хозяек, да, 35 против 26 Но они играют в своем зале По своими Да, Лена Баранова там Развернулась, выбрасывала мяч Их вот тут же поборолась И... Ах, нет, мяч удавился чуть-чуть за лицевую линию, да Началась у нас четвертый период начался у нас в Курске 47, 36 Джонсон с мячом Максимально долго будет играть Теперь используя каждое свое владение по максимуму Курская команда Лори Мор там выцарапала такую мячу Катей Лисиной, да Она ниже ростом И обидная потеря, обидная потеря при передаче Мяч улетает на трибуны к зрителям Анастасия Бочарова вводит из боковой линии Джонсон шагом, не торопясь Может быть, прессинг помог бы в этой ситуации? Ну, не знаю 6 секунд уже до конец Да Бочарова, Бочарова Боросать надо Одна секунда и не успевает, не успевает, да, выбросить Недоволен сейчас, как раз, война усказа Говорит, надо смотреть на... Секундомер? Надо играть долго, но не настолько Зачем оперировала, сейчас именно тебя гунцы Света Махлина с мячом Против нее гунта Башко в защите Двоечку там с Леной Барановой Елена Баранова Мы знаем, она может бросить трешечку отсюда Волкова бросает Волкова бросает Подбор за Курском Гунта взяла мяч И сейчас он... Демики бросает Джонсон Первый промок Первый промок со средней Екатя Лисина берет подбор Нет, не берет подбор Не берет, мяч Волок уходит Лори Мор Ух, не ждала эту передачу Джессика, мне кажется Заброс на Лену Баранову Оу В каком прыжке столкнулись там Игроки Света Махлина и Джонсон И фол Получается, Светлана Махлина Первая А тем временем Сыграли две минуты И ни та, ни та команда Не может забить По нулям Четвертой четверти Джонсон Двоечку там с Катей Лисиной Чтобы был размен Наталья Водопьянова И два очка Наталья Водопьянова Забивай два очка Практически по максимуму По Роскодинаму Сейчас время атаки А вот у Вологды Быстро играть не получается Лори Мор Будет водить мяч Нет Светлана Махлина Видимо будет Какая-то заготовочка Света Махлина Восемь секунд остается И фол Фол свистят Джонсон Фол у нее И замена в составе Вологды Олеся Малашенко Меняет Елену Баранову Еще одна замена Мария Черепанова Светлану Махлину Олеся Малашенко Лори Мор Маша Черепанова Три очка И подбирает Маленькая Джонсон В отрыве И чуть-чуть не перехватила Лори Мор Самой Мауси не хватило И Успели вернуться в защиту Да, игроки Чеваката 20 секунд остается На То, чтобы организовать Атаку Бимбайта с мячом Лена Волкова Берет подбор После Трехочкового броска Бимбайта Бимбайта С мячом И Замену Вот мы видим Готовится Катерина Кейера Мне кажется Она поменяет Елену Волкову Заброс И Наталья Водопьянова Не ожидала Мне кажется Что она совсем Останется одна Олеся Малашенко Со средней И точно 49 38 Все те же Плюс 11 Да У Динамо Курска Бимбайта Бимбайта И перехват Лори Мор Елена Волкова Джессика Увидела И Маша Черепанова Там Хотела Перевисеть В воздухе Защитницу Мне кажется Вологда Напромахивалась Вперед На низкую приезду Волнение Хотят Или нет Не волнение Я бы сказал Сильное желание Забить Еще Необходимость Форсировать события Да Иначе Время уходит Остается 5.55 Маша Черепанова С мячом Двоечка Там с Олесей Очень плотно Играет Игроки Заврос И два очка Олеси 49 40 Плюс 9 Джонсон Джонсон Все играли практически Вообще без тайм аутов Тренинг Анна Петракова Анастасия Бочарова Джонсон Со средней точно Ну невозможно Мне кажется Подбросать С таким процентом Попаданий Маша Черепанова Маша Черепанова Ох какой Красивый проход По лицевой С дальней стороны Шикарный тросок 51.42 Плюс 9 Петракова С мячом Против нее Олеся Малашенко Аня отпрыгивает И Номер 12 Олеся Малашенко Второй фол Получает Она Это второе Командное Замечание Два броска Первый попадает Аня Вернутся Плюс 11 Прежние Да Плюс 11 У Курска 11 И 15 Значит У Ани Петраковой Лори Мор С мячом Джессика Лори Мор Джессика Перехват там Снова Мишель Наброс На Аню Петраковой Маша Черепанова Пыталась Оказать И противодействие Но Пинтом Аня Показала В одну сторону Развернулась Влево И забила Катя Кейру Олеся Малашенко И забивает Два очка 55 44 Плюс 11 Малашенко По-моему Только забивает В основном Забивает Ух Какой перехват Там Лори Мор Подбила мяч У Джонсон Катя Кейру Каким красивым Пивотом Да С поворота И забивает Два очка В быстром прорыве Тайм аут Тайм аут Вперед Динамо Курск 55 46 За 3 59 До конца Четвертой четверти Четыре минуты играть В общем-то И Общая Да А у нас группа поддержки Вот нам показывают Повторы Красивых моментов Бросок со средней Олеся Малашенко Точное попадание Вот еще Заброс И опять же Все та же Олеся Малашенко А это Джонсон Со средней Точное попадание 10 очков В этой четверти Набрала Вологда По-моему Малашенко 6 Из них 6 4 минуты Это остается До конца Четвертого периода Плюс 9 Курс Плюс 18 Курс Плюс 18 И Пока мы не видим Предпосылок Которые могли бы позволить Вологде Вернуться По противостоянию Ну вот Принес свои плоды Прессинг Который был Сразу же После тайм-аута Причем Тайм-аут Прорали Курянки А Прессинг Применили Вологодские Бестболисты Лори Мор Наброс там На Джессику Олеся Малашенко Со средней И там От ноги Катерины Лисиной Да Владине Вологда Полностью 24 секунды Посмотрим Какую атаку Сейчас разыграют Лори Мор Мне кажется Выбрасывала мяч Олеся А получилось Что Джессика Перехватила Эту передачу Бимбайту С мячом Ух Какой проход Катерина Лисина Подобрала И Лисина И мяч Катерина Быстрее Быстрее Да Просит Перевести мяч Олеся Малашенко Но Упустила Но мяч Остается у Вологды 22 секунды Олеся Малашенко С мячом Кейру Кейру 19 секунд Двоечка Олеся Малашенко Лори Мор Маша Черепанова Маша Черепанова Полит Нет Нет Покажет Холл Номер 50 Джессики Девинпорт Это второе Персональное замечание У Джессики И третья команда Петраков Петраков Сейчас может стать Самым результативным Игроком В этой встрече И своей команде Ну я думаю Она это сделает И второе И становится Самым результативным 19 очков Она набрала Маша Черепанова С мячом Катя Кейру Лори Мор Очень милый Сквозняк Да И мяч Динамо Курска В общем-то осталось Две минуты Да Последние две минуты Я думаю Уже матча Скорее всего Джонсон с мячом Два больших Там наверху Пытается Поставить И Лори Мор Перехватывает мяч Отправляя Катю Кейру Быстрый отрыв Два очка 57-48 За минуту 35 До конца Игры Игры Снова Перевод на Башко Ну Разобрались Разобрались Там очень Да Просто Нападение Защитой Маша Черепанова Лори Мор Мне кажется Доигрывает уже матч Мне кажется тебе так Раз Я знаю Уже Маша Черепанова И Джессика Девинпорт Подобрала После броска Маши Черепановой Да Минута осталась Да Бимбайты с мячом Джонсон Играет В защите Не сдается Не сдается Ведь все возможно И это может как-то На будущие игры То есть Конечно Не нужно опускать рук Это же характер игроков В какой степени Спортивность Да Конечно Спорный Спорный И Динамо Курск Владеет по стрелке Защита Защита Кричит Ольга Александровна Шунейкина 30 секунд Остается До конца Игры 59 50 Плюс 9 Бимбайты Олеся Малашенко Перехватил наведение У Бимбайты Маша Черепанова Пол Пол получает Гунта Башко Второе персональное Замечание В принципе Гологда Имеет шансы Закончить Этот Выездной Матч Даже С меньшим Оставанием Чем у себя Дома Я думаю Это слабое утешение Для Это совсем Утешение Это не Утешение Один из двух Попадает Маша Черепанова И 59 51 Прессингует Там Чуть-чуть Не хватило Маши Перехватит Мяч 6 секунд 5 Остается Сноу Джонсон Бросает И Время 59 51 Бурно Приветствует Эту победу Зрители Очень Гунта Радуется Этому Результату Курс Впервые В В Финал Выходит Курс Европы Я думаю Довольна Не Не Сказано И Все Этот Выбрай Для Тебя Одного Хочешь Любить Но Не Знаешь Кого В Сердце Стучит Как Трамвай На Мосту Вот И Все Кажется Крепко Достало С С С Лишком Тяжелый Ходить По Земле Так Хочешь Вспомнить С Детства Мечту Вот И Все Вот И Все Что-нибудь Говорю В микрофон Мечту Мечту Играет победная музыка А сейчас у нас будет интервью С игроком Динамо Курска Капитаном команды Анной Петраковой Анна Петракова Поздравляем с победой Это была трудная серия Да И трудная И не очень Я думаю Мы просто оказались Немножко психологически сильнее Какие Можете отметить моменты Вот По первому матчу И по сегодняшнему Ну по первому матчу Было Честно говоря Было сложнее Потому что Не дома Все это происходило Без домашней поддержки И Такой настрой Был не такой серьезный Вот сегодня Мне кажется Просто мы Перекрыли их Трехочковые броски И заставили их Бросать изнутри А сами бежали Очень хорошо бежали Я считаю Очень много Было быстрых прорывов Индиктивных И я считаю Что это нам сыграло На руку То есть у них Перекрыли им Дальние броски Совершенно Я считаю Что это нам помогло Из своей команды Кого-то выделишь? Вы знаете Томика Джонсон Всю серию Томика Джонсон Пыталась брать На себя лидерство И она действительно Вела за собой команду Она постоянно Не давала нам Расслабляться В нужный момент Она всегда Брала игру на себя И я считаю Что она лучшая Разыгрывающая На данный момент Среди В нашей лиге Возможно Если не самая лучшая То одна из лучших По ее лидерским качествам И по ее игре Курск в финале Кубка Европы Это успех Или вам этого уже мало? Просто попадание в финал Это успех Но и нам этого мало Потому что Задача стоит максимум Выиграть Финал Я считаю Что мы прошли Очень долгий путь До финала Я считаю Что осталось Дело за малым Дело за малым К сожалению Из двух российских команд Должна была остаться одна Этой командой Стала Динамо Курск Я думаю Что теперь Вся баскетбольная Россия Будет болеть за вас В финале Против одной из турецких команд Спасибо Спасибо всем И спасибо И вологодским болельщикам Которые мне не чужие И спасибо всем Кто поддерживал нас сегодня И надеюсь Что мы не разочаруем Наших российских болельщиков Потому что Этот кубок Должен прийти в Россию Давно пора Удачи Спасибо 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 Позвольте Работу с большей Я еще пора Спасибо Итак Статистика Сего матча На руках Четвертую четверть Вологодские Баскетболистки Выиграли Плюс 3 Плюс 3 очка Ну что По подборам 44 Динамо Курск 41 Вологда Это вот преимущество Которое было По-моему Всю игру Да 2-3 подбора Как бы оно Так и осталось Количество потерь 21 потеря У Курска И 20 потеря У Чеваката Ну 41 На 2 команды Конечно Это очень Это очень много Так Ну а что А у нас Готовится Интервью Борислав На другую камеру На другую камеру Повторяю На другую камеру Народ нехотя Расходится Это вылетело На левую камеру Это вылетело Очень много Журналистов И Комментаторов Которые стоят В центре площадки Берут интервью У игроков команды Причем как одной Так и другой НТВ Смотрим Мы видим Тут Наверное местная Да Какая-то Телевизионная команда Нет НТВ Нет НТВ Вот приехала Из Москвы НТВ Да И интервью С главным тренером Ольгой Александр Шунейкиной Тренер Вологды Чевакаты Поехали Главный тренер Вологодской Чевакаты Ольга Шунейкина Но нам остается Только поздравить Курск с выходом В финал Ну я уже это сделала Желаю удачи Коллегам Что не хватило Сегодня Чевакате Ой Не хватило Ну я считаю Что не реализовали Хотя настраивались Собирались бороться Я очень надеялась Что груз уже Как бы была игра проиграна Понятно что фаворитом Был Курск Что как бы этот груз Уже не будет давить Не будет давить И мы сможем Груз ответственности Не так будет давить И мы сможем Может быть показать Свою боль Ну раскрепоститься И сыграть лучше Но к сожалению В первом тайме Проиграли щит свой То есть далее Намного больше атак Провел Курск То есть порядка Около Ну 14-15 атак Лишних было У Курска За счет этого За счет чего За счет того Что мы дали Сопернику подобрать На нашем счете Иметь повторную атаку И мы сделали Больше ровно В два раза потерь Необоснованных потерь Зачастую Причем от разных игроков Вот Поэтому результат Такой какой он есть Дальше Далее игра Складывалась Ну может быть у них Кураж пропал Но тем не менее Счетное табло Говорит о том Что далее шла Игра совершенно равная Вот Но хотя он Мало облегчает Мое теперешнее состояние Надо признать Что Курск Это достаточно Мощная команда И В финале Не знаем мы пока С кем Из какой Из турецкой команды Им предстоит играть Но Я думаю Что шансов Будет у них Достаточно Я тоже считаю Что Достаточно Сбалансированная Много игроков Ну 4 как минимум В составе Которые могут Сделать гол Я считаю Что Бимбайт Джонсон Даже сегодня момент Когда уже остается Три секунды И Курск уже не знает Что делать Джонсон Просто выпрыгивает Просто пробивает Просто забивает То есть решает Эту ситуацию Аня Петракова Сну Ну я назвала Практически всех игроков Не всегда результативно Наталья Водопьян Но я с большим уважением Вознашусь к этому игроку Потому что Мне кажется Она именно вносит Вот этот вот Она как моторчик Она вносит такую динамику И Очень много черновой работы И очень полезно на поле А подборы ее на чужом сети Которые воплощаются Во вторые шансы Именно с нее начался Вот этот вот Водушевленный такой отрыв А Курска Я считаю Что именно с нее В первом тайме Вот Поэтому Я желаю им удачи Я считаю Что им по плечу Это достаточно опытная команда На мой взгляд Достаточно опытные игроки В составе И очень сбылась Вдобавок Эти опытные игроки Которые сезон играют вместе Да Вот мы можем сказать Что какие-то точечные Там добавления Случаются Например Как переход Анны Петраковой Может быть Обновился Курск обновился На мой взгляд Усилился Вот Потому что Пришла Бимбайте Пришла Петракова Та же Пришла Вот Со сборной Латвии Гунта 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 Башков Башков А вот То есть Есть Добавились Скажем так Плюс Наталья После Водопьянова Опять же Она в том году Вернулась Только в январе Ее сохранили Но сейчас Она уже раскаталась И играет Мне кажется Показывает Очень неплохое Мне кажется Она очень понравилась Команде Опять же Добрый слава Ее адрес Вот Поэтому Мне кажется Что Вернулась В прошлым сезонным Состав Укрепился Вологда Дошла До полуфинала Кубка Европы В этом году Для этого состава Это Как вы оцениваете Это успех Или Хотелось бы Все таки Больше Больше Хочется всегда Наверное Хочется Всегда Хочется Не знаю Успех Успех Да Я рада Что мы пришли Араз Хотя В прошлом году Я пытаюсь Оценить Прошлогодний путь И нынешний Мне кажется В прошлом году Чуть более сложнее Было Потому что На пути Нам пришлось пройти Две очень сложные команды Рэйр И Нанский И Нант Прежде чем Мы проиграли В полуфинале Араз В этом году Чуть проще был путь Но опять же Мы столкнулись Чуть более уверенно Мы прошли Всех Предшествующих Соперников Вот Но Допустим То что мы Победили Араз Который ничуть Не стал слабее Чем в прошлом году На самом деле Ничуть Ничуть Вот Я была действительно Очень счастлива Очень рада Что мы прошли Потому что Все могло сложиться Иначе Мы проигрывали Во Франции Очень много Вот Я действительно была горда За девчонок И они действительно Тогда выглядели Как команда Сегодня тоже Но эпизодами К сожалению Эпизодами Было хорошо Эпизодами Очень неровно Да Провалы Были провалы Были хорошие моменты Вот Для этого состава Ну я не считаю Что это неплохой результат Не могу сказать Что хороший Потому что Не хочется большего Но Я не должна Я не могу сказать Что это плохой результат Большое спасибо И Продолжается Чемпионат России И нас ждут Еще Несколько важных игр Да У нас осталось До плей-офф Осталось У нас Три игры ГМК Ногинск Ногинск И Питер Мы понимаем Дома Будем играть Будем работать Будем стараться Не допускать Своих ошибок Сколько было сейчас Вот Ну и постараемся Дальше бороться Показать Не знаю Какой будет результат На самом деле В конце Ганата Но мы постараемся Это я могу гарантировать точно Постараемся показать Максимальный результат На что мы сейчас готовим Большое спасибо С нами была Ольга Александровна Шунейкина Главный тренер Вологодской Чевакаты Спасибо Ну вот Мы с вами видели интервью Ольги Александровны Шунейкиной И я думаю Может быть Нам удастся взять интервью У тренера Динамо Курска Альфредеса Вайнаускуса А пока мы Давай наверное Тарас что Продолжим Наше Обсуждение по статистике Да Процент попадания с игры Процент попадания Ну в общем-то И вот у нас готовится Интервью С капитаном команды Динамо Курс Натальей Водопьяновой Наталья Водопьянова Обреженно мне кажется Просто одной и другой командой Желание настолько Перехлестывало Что вот это Наверное Какое-то Неспокойствие Знали в принципе Цену победы Наверное Цену каждого очка Поэтому Ответственность давила? Да Где-то было Я не могу сказать Что мы не переживали Что Вологда не переживала То есть в принципе Все шли к своей цели И поэтому Наверное Поначалу Так игра была Наверное Где-то не особо результативная Наверное Что у одной и другой команды Аня Петракова сказала Что в первом матче Вологде Было даже тяжелее Чем сегодня Наверное Может Или каждый матч Трудный по-своему Не знаю Наверное Для каждого игрока Свой Каждый матч Мне было полегче Вологде Например Но честно могу сказать Что здесь Конечно чувствовалась Поддержка Зала нашего И дома В принципе Конечно Приятнее играть И поэтому В принципе Все домашние игры С одной стороны Они должны быть легче Но с другой стороны Это больше ответственность Для каждого игрока Какие ключевые моменты Вот этой серии Против Вологда Чуваката Ты можешь отметить Кого из их Своей команды И Вологодской команды Отметишь Ну Я могу Не хочу Никого-то выгонять Но конечно Томинка Джонс Она прекрасно Вела игру Аня под кольцом Хорошо сыграла А остальные Девчонки Находили моменты В принципе Где-то помогал В защите Где-то Кто-то в нападении Но я не могу сказать Что мы В принципе Всегда играем вместе Просто Порой у нас Два игрока Сыграют Порой пять Порой другие два Но если это Приводит Победе Почему бы Нет Пусть сегодня Один забьет Двадцать Ты когда-нибудь Играла в финале Кубка Европы? Я выигрывала На самом деле С московским Динамо В 2004 Наверное Ну я не помню Честно Давно Да И я могу сказать Что в этом году Если мы его займем Составом Курского Динамо Наверное У меня Эмоций будет Больше положительных Потому что Я знаю Что для этой команды Для этого города Для всех Для руководства Он очень важен И на сегодняшний день Это первый финал Команды В этом кубке Поэтому конечно Я буду очень рада Если мы сможем Этому городу Принести Тем более Ты уже знаешь Как это делается Ну а мы Со своей стороны Будем болеть И я думаю Что вся баскетбольная Россия Тоже будет болеть За единственную Российскую команду Оставшуюся В розыгрыше Кубка ФИБа Спасибо Мы попробуем Не подвести Россию Удачи Продолжаем разговор Да Любимые статистики По поводу Любимые статистики Процент попадания С игры 36 у Динамо Курской И 30% Всего лишь У Бучевакаты Да У меня Да 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 С игры 36 и 30 С игры 30 Да Ну вот не получилось У Вологды Да Совсем Хорошие атаки С Дальнего расстояния Еще 2,17 Я Вологды Я считал командой Командой Которая Снайперские способности Любит Да И умеет Ну видимо не пошло Так скажем Не пошло Мы знаем прекрасно Да Что есть там Лидеры Света Махлина По трехочковым броскам Олеся Малашенко Кто еще там Катерина Кейру Да Маша Черепан Ну практически Каждая вторая Вот Ну у Курска У Курска Ну что можно сказать Персонально мы уже отмечали И Томика Джонсон И Петракову Ну вот Наталья Водопьянова У нее Только Два очка Два очка Да В этом матче Причем Мне казалось Что Подборов у нее Намного больше Чем статистики Ну по активности Она одна Из самых Активных Так скажем Как в своей команде Так и В команде соперника Ну и на этом Наверное пожелаем Удачи Да Динамо Курску В финале Мы не знаем Кто там соперник Я думаю Чуть позже Мы об этом узнаем И Естественно Победы Только победы Ну вот Противостояние Вологодской Чавакаты И Курского Динамо Завершилось И Здесь на паркете Курска Вот у нас Находится Группа Вологодских Болельщиков Которые В своем Небольшом Но мощном Составе Поддерживали Сегодня Команду Расстроены? Есть немножко Но Курск Курска И Тарас Степаненко, режиссером Игорь Явленин, технический директор Роман Аладьев, главный оператор Павел Железкин и курский оператор Захар Минайлов, Дмитрий Днегреев, Роман Петров. Большое всем за это спасибо. Смотрите баскетбол, играйте в баскетбол и будет вам счастье.